В пятницу начинаются заезды. С утра тренировочная сессия, а в обед квалификация. Во время тренировочного заезда пилот привыкает к треку. Инженеры считывают и обрабатывают информацию, а механики изменяют оперативные настройки. Мотоцикл Джека по-прежнему дымил. Причина неисправности все еще была непонятна. Времени на замену двигателя не было, поэтому пришлось готовить мотоцикл как есть. Из-за этого все были очень напряжены. С мотоциклом Эдика проблем не было. Тренировочный заезд проходит в спокойном режиме. Пилоты в свободном порядке покидают боксы и заезжают в них для считывания информации с мотоциклов и изменения настроек. Несмотря на то, что результаты тренировки не идут в зачет, все внимательно наблюдают за временем, чтобы приблизительно понять расстановку сил. Механик периодически информирует пилотов об их времени на круге. Во время заезда в бокс мотоциклов считывается вся информация для принятия дальнейших решений, а пилоты передают свои ощущения о работе мотоцикла инженера. Механики в это время поддерживают рабочую температуру резины, заправляют бак, маркируют резину для отчетности. По итогам тренировочного заезда Джек показал третий результат. Это добавило оптимизма перед квалификацией, несмотря на проблемы с мотоциклом. Сразу после сессии вся команда обменивается полученной информацией. У Эдика появилась проблема с пробуксовкой сцепления. Эта неполадка возникала ранее, поэтому механики очень тщательно проверяли весь узел и приняли решение его заменить. Во время перерыва пилоты активно обсуждают настройки с инженерами, так как их ощущения не менее важны, чем информация с датчиком. В соответствии с принятыми решениями, механики вносят изменения в настройки. Больше всего времени занимает замена пружин в подвесках, но механики обязаны успеть все сделать до начала квалификации. Анализируя показания датчиков, инженеры подбирают пружины для конкретных условий. Испытывают несколько вариантов настроек и оставляют лучшие из них на финальную гонку. Регламент квалификации не отличается от регламента тренировочного заезда, но вся команда работает быстрее, чтобы у пилота было больше попыток показать лучшее время круга. Во времени самого быстрого круга квалификации определяется место старта пилота в финальной гонке. Работа по настройке мотоцикла продолжается, поэтому пилоты периодически заезжают в бокс для считывания информации и изменения оперативных настроек. Вся команда прикована к мониторам и отслеживает прогресс пилотов на каждой секции и кругу в целом. По итогам первой квалификации Джек седьмой, а Эдик двадцать девятый. Результаты неплохие, но все ожидали больше. Во время квалификации Джек почувствовал кратковременное отключение цилиндра двигателя, и первым делом механики начали разбираться с этой проблемой. В электрике проблем не нашли, поэтому решили заменить головку блока цилиндров. В результате мотор стал меньше дымить, но уверенности, что проблема решена, не было. Остальные работы по обслуживанию настройки прошли в штатном режиме. Типично меняют пружины для обкатки новой настройки. По регламенту соревнований в системе охлаждения используется дистиллированная вода, так как в случае аварии она испаряется и не оставляет пятен на треке. Один из механиков показал нам, как легко заменить грипсы. Добро пожаловать в Грива Мото. Я Эндрю Метчин. Я механик Джека Кеннеди. Сейчас я продемонстрирую, как легко заменить грипсы. Мы используем компрессор. Для снятия направляем воздух под грипсы. Одевается точно так же. Скорость замены очень важна. При падении во время гонки надо быстро восстановить мотоцикл. Чтобы грипса не прокручивалась, она фиксируется проволокой с трех местах. Остаток утопленки у грипсы. Итоги пятницы подвели Джереми Мак Уильямс и Константин Зотов. Я доволен результатом дня. Оба пилота отлично выступили. У нас есть стартовые позиции. Мы хорошо подготовились к следующему дню. Конечно, мы продолжаем работу с мотоциклами. Мы постоянно улучшаем их. Знаем, что можем добиться от них немного большего. Джек лучше познакомился с треком. Завтра есть возможность улучшить время. Что касается Эдика, он в хорошей форме. И у него бойцовский настрой. Посмотрим, как он проедет в воскресенье. Москва Прейсвэй – технически сложный трек. Нужно больше времени для подготовки байка. У ребят много работы. Мы справимся. Пока все идет нормально. День для нас сложился в целом хорошо. Даже несмотря на то, что после третьего места в тренировке Джек Кеннеди корректировался в межседьмой. Наш второй пилот Эдуард Блатин тоже не смог ускориться в квалификации. Хотя с утра показал хороший результат. Сегодня был сложный день. Джек впервые на этой трассе. Мы надеемся на хорошую погоду завтра. Потому что мы уверены, мы сможем улучшиться на второй квалификации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова